А перед началом ролика хочу посмотреть группу биржа Радмир Олиплей. Это очень хорошая группа, в которой проходят конкурсы на проектах Радмир. Также сейчас здесь проходит конкурс на новенькую BMW M5 G30 на втором сервере. Поэтому обязательно участвуйте. Ссылочка на губок будет в описании. Конкурсы проходят практически каждый день. Поэтому всем советую. Сам буду в некоторых конкурсах участвовать. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Кириллов. Вы на канале Кирилл Геем. И сегодня мы играем в каменочку на середине роли плей четвертый сервер. У них здесь легенда футболь. Не забывайте вводить в них при инстрации. И также для моих подписчиков есть специальный промокод. Пишите МН, потом пишите, выбирайте точнее десятый пункт. Это промокод. И пишите здесь вот такой промокод. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Так что ответно используйте. Ну что ж, сегодня у нас будет тест-драйв. Обзор вот такой вот автомобиля. Это Мерседес C63S AMG. Очень симпатичная машина. И сегодня у нас будет тест на эту тачку. В следующем видео, кстати, будет тест тоже очень интересной машины, в принципе. Тоже Мерседес, но немного получше. Но все же не буду вам спойлерить. Я еще, кстати, не снял этот обзор. Поэтому давайте сегодня снимем обзор на вот этот автомобильчик. Это Мерседесик. У нас вот такой вот купе. Очень классно выглядит. Вот на самом деле мне очень нравится вот это купе. Это Мерседес. Просто фары такие классные. Если что, я арендовал эту машину. Это не лично моя машина. Так, давайте ее откроем. Хотя у нас она, в принципе, открыт. Давайте посмотрим ее внешне. Вот такие вот стильные черные матовые диски у нее стоят. В принципе, с завода, я так понял. У нас V8, B-Turbo стоит мотор. Как бы, да, очень красивые фары. Значок Мерседес большой. Бампер спортивный. Но мне больше, кстати, тяжело понравится. Такой двухствольный выхлоп. Карбоновый диффузор. Надпись AMG C63S. Именно S. Сзади тоже прикольная оптика. Карбоновый такой маленький спойлер. Карбоновая крыша. Карбоновые пороги, в принципе. Ну, тут много карбонов. Какая-то очень классная комплектация, я так понимаю, в принципе. Давайте посмотрим, кто не находится под капотом и в багажнике. Ну, что ж, под капотом тут у нас находится двигатель V8 B-Turbo. В принципе, как и говорит нам вот этот шильдик. Хотя, может, шильдик не правдивый. Хотя, скорее всего, так оно есть. Да, здесь стоит V8, в принципе. По-моему... А, да, видно, что здесь V8. Видите? Вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, это V8, пацаны, в принципе. Ну, особо здесь у нас ничего не прорисовано. Ну, хотя, нормально прорисовано, думаю, достаточно, в принципе, чтобы понять, что это V8. Все дела, да, вон турбина у нас, по идее. Вот здесь идут, скорее всего. Ну, может, нет, я не сильно шарю в моторах именно, пацаны. Поэтому, не знаю, так. Ну, в багажнике у нас там темнота просто темнейшая. Там ничего даже не рассмотреть. Ну, давайте, я думаю, прокатимся на этой машине и посмотрим, все-таки, сколько она едет. Вот, кстати, я заметил, что реально у нас карбона очень много. По-моему, даже, да, видите, бампер немного карбоновый. Колеса не карбоновые, пороги карбоновые, как я и говорил. Флинтер, да, карбоновый. Полер, крыша, зеркала карбоновые. Много очень карбона, но, скорее всего, это очень дорогая комплектация. Я не помню, сколько на Радмире в салоне эта машина стоит. Где-то около, наверное, 5-7 миллионов стоит эта машина в салоне на Радмире. Давайте на ней прокатимся. Вот я себе, на самом деле, хотел бы такую машину. Она именно такая, знаете, статусная именно, статусная такая тачка. Вроде и пацанская, спортивная, но в то же время и статусная машина. Мне этим она очень нравится, реально. Ох, нихера себе этот ремонт. Я что-то этого раньше не видел. Типа, что вот трубы достали там все дела. Ладно, это нам, в принципе, неинтересно. Давайте пробуем разогнать на ней максимальную скорость. Сколько она едет, блин-ка. Так, разгоняемся. Ну, конечно, она не очень такая бодренькая. Я это помню, я уже ее тестировал. Ну, не очень подробно. Так, 180-185 она едет, максимальная ее скорость. Ну, я думаю, эта тачка чисто, знаете, больше всего для Вейбона. Но хотя это АМГ, она должна ебашить. Нормально должна ебашить, на самом-то деле. И поэтому, да, она должна довольно-таки неплохо ехать. Но, не знаю, почему ее сделали такой медленной. Хотя, наверное, можно было бы как-то подшаманить, чтобы она ехала быстрее. У нее, знаете, подрыв начинается. Сейчас я вам скажу. Какий у нее подрыв начинается? По-моему, со 120, да. Со 120, нет, со 120. Так, у нее подрыва вообще какого-то нету. Она сдувается как-то, очень сдувается. Она то разгоняется, то не разгоняется. Не знаю, в чем, в принципе, дело, но машина мне, на самом деле, очень нравится. Давайте, кстати, салончик попробуем заценить. Я думаю, давайте откроем машину, точнее, так, открываем. Все, так, давайте салончик, по-моему, здесь тоже очень богатый. Красные вставки. Да, это какая-то эдишн, там, не знаю, какая-то комплектация, в принципе, модель. Очень красивый салон, прорисованный, пацаны. Бля, просто шикарный. Вот салон реально очень шикарный. Машина внешне очень дорого выглядит. А в салоне вообще пиздец, на самом деле, блин, смотрите, это очень круто. Салон реально очень качественный, очень хорошо проработан. В принципе, есть даже задние сидения, хотя, не знаю, там, можно сесть нормально задать или нет. Потому что это спортивное купе, точнее, наверное, элитное спортивное купе. Это музыка дорогая, кстати, вот, видите, вот эта музыка дорогая, не только она называется, но, блин, реально, комплектация очень богатая и шикарная, в принципе. Но, думаю, больше о ней рассказывать нечего, пацаны. Всем спасибо за просмотр, вот такой был обзор вот этой машины. Покупать ее или нет, пацаны, не знаю, вот, по мне, машина очень классная, я бы, на самом деле, ее купил. Потому что внешне она выглядит очень богато, дорого. Такая спортивная малышка, купешка, в принципе. И салон у нее очень богатый и шикарный, поэтому я ей ставлю 5 из 5. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.